Всем здравствуйте! Сегодня мы напишем диктант по теме безударное гласное в корне слова. Текст называется «В саду». Давайте запишем слово «диктант» на самой верхней строке. Диктант. И название диктанта. В саду. Послушайте весь текст диктанта. Наш сад заглянула осень. Поспевают осенние сорта яблок. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. Каждый день мы приходим собирать опавшие яблоки. С полными корзинами отправляемся домой. На дворе расстелили ковер из соломы. На мягкой подстилке красуются разноцветные яблоки. Осень радует нас богатым урожаем. В этом тексте сорок шесть слов. Мы напишем текст и выполним грамматическое задание к этому тексту. Итак, первое предложение. В наш сад заглянула осень. Записываем. Первое предложение запишем с красной строки. В наш сад заглянула осень. Проверяем. В наш сад заглянула осень. Сразу поработаем с орфограммами в этом тексте. Начало предложения пишется с большой буквы. В – это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. В наш сад. В слове сад парный согласный на конце слова, который можем проверить, изменив это слово. Сады. Мы изменили слово так, чтобы после согласный стал гласный. Орфограмма в корне. Заглянула. Ударение падает на букву О. Безударный гласный А в приставке. Приставки ЗО нет. И безударный гласный Я в корне слова. Можно проверить это слово словом «взгляд». Корень ГЛЯ. Осень. Ударение падает на букву О. Безударный гласный Е в корне слова. Можно проверить словом «осенний». Выделяем корень. Также в этом слове есть мягкий знак, показатель мягкости предыдущего согласного. В конце предложения точка. Следующее предложение. Поспевают осенние сорта яблок. Поспевают осенние сорта яблок. Поспевают осенние сорта яблок. Поработаем с этим предложением. Поспевают. Ударение падает на третий слог. Первый безударный гласный О. Это приставка ПО. Второй безударный гласный Е. Можно проверить. Спеть. Поспел. Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Осеннее. Ударение падает на букву Е. Безударный гласный О, который можно проверить словом «осень». Орфограмма в корне. Также здесь есть удвоенный согласный, который образован при стыке двух морфем. корня и суффикса, поэтому две М. Осеннее сорта. Ударение падает на А. Безударный гласный О. Можно проверить это слово. Сорт. Изменили так, чтобы безударный гласный стал ударным. Яблок. Ударение падает на букву Я. Безударный гласный О. Это словарное слово, которое нужно запомнить. Орфограмма в корне. Орфограмма в корне. Выделяем корень. В конце предложения точка. Начало предложения с большой буквы. Следующее предложение. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. Записываем. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. Проверяем. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. От это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. Спелых. В этом слове все понятно. Плодов. Ударение падает на второй слог. Безударный гласный О. Проверочное слово плод. Орфограмма в корне. Ветви. Яблонь. Здесь безударный гласный О, который нужно запомнить. Это словарное слово. И мягкий знак, показатель мягкости. В слове ветви парный согласный в середине слова веточка. Корень ветв. Клонятся. Здесь нужно запомнить, что если слово отвечает на вопрос «что делает?», «что делают» твёрдо, то мягкий знак не пишется. К – это предлог. Предлоги со словами пишутся отдельно. Земле. Ударение падает на Е. Безударный гласный Е. Можно проверить это слово словом «земли». Мы изменили слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. В конце предложения стоит точка. Следующее предложение. Каждый день мы приходим собирать опавшие яблоки. Записываем с красной строки. с красной строки. опавшие яблоки. Проверяем. Каждый день мы приходим собирать опавшие яблоки. Начало предложения пишется с большой буквы, в конце – точка. Каждый день. Мягкий знак – показатель мягкости предыдущего согласного. Мы приходим. Ударение падает в корень. Буква О. Безударный гласный И. В приставке. Приходим. Собирать. Ударение падает на А. Безударный гласный О. В приставке. И в корне. Опавшие. Ударение падает на А. Безударный гласный О. В приставке. Яблоки. Словарное слово. Нужно запомнить букву И. Орфограмма в корне. Следующее предложение. С полными корзинами отправляемся домой. С полными корзинами. Отправляемся домой. Проверяем. С полными корзинами отправляемся домой. С. Это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. С полными корзинами. Ударение падает на второй слог. Безударный гласный О. В корне слова корзин. Это словарное слово. Нужно запомнить корзина. Отправляемся. Ударение падает на букву Я. На третий слог. О. Это приставка. А. Это корень. Отправка. Править. Отправляемся домой. Ударение падает на второй слог. Безударный гласный О. Проверочное слово. Дом. Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы безударные гласные стали ударными. Следующее предложение. На дворе расстелили ковер из соломы. На дворе расстелили ковер из соломы. На дворе расстелили ковер из соломы. На это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. Дворе. Безударный гласный О. Мы изменим это слово. Двор. Так, чтобы безударный стал ударным. Расстелили. Ударение падает на И. Безударный гласный А в приставке раз. И здесь тоже идет удвоенный согласный, потому что приставка заканчивается на С. И корень тоже начинается на С. Стелили, стелит. Можно проверить. Ковер, коврик. Подобрали однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Из эта приставка пишется раздельно. Соломы. Слово солома словарное слово. Нужно запомнить, как пишется. Следующее предложение. На мягкой подстилке красуются разноцветные яблоки. На мягкой подстилке красуются. Разноцветные яблоки. На мягкой подстилке красуются разноцветные яблоки. На это предлог. Предлоги со словами пишутся раздельно. Мягкой парный согласный. В середине слова мягенький. Корень мягк. Подстилки. Ударение падает на И. Безударные гласные в приставке под. Красуются. Ударение падает на У. Безударные гласные А. Красный. Краше. Разноцветный. Это слово разноцветное. Это слово сложное. Оно состоит из двух корней. Разн и цвет. Яблоки. Ударение падает на Я. Должны запомнить букву О. Корни слова яблок. В конце предложения точка. Следующее предложение. Осень радует нас богатым урожаем. Осень радует нас богатым урожаем. Осень радует нас богатым урожаем. Предложение по интонации восклицательное. Нужно поставить восклицательный знак. Осень. Ударение падает на О. Безударные гласные. Можно проверить осенний. Радует нас богатым. Ударение падает на А. Безударный гласный О. Богатство. Это словарное слово. Нужно запомнить, что пишется с буквой О. Урожаем. Это тоже словарное слово. Нужно запомнить, что пишется с буквой О. В конце предложения восклицательный знак. Мы с вами написали весь текст диктанта. И сейчас выполним грамматическое задание. Первое грамматическое задание. Нужно третье предложение выписать и указать части речи и найти грамматическую основу. Считаем третье предложение. В наш сад заглянула осень. Поспевают осенние сорта яблок. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. Ставим цифру 1 и выписываем это предложение. От спелых плодов ветви яблонь клонятся. От спелых плодов ветви яблонь клонятся к земле. Находим грамматическую основу. Что? Ветви. Слово ветви это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, выраженное именем существительным. Ветви что делают? Клонятся. Это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами, выражено глаголом. Мы нашли грамматическую основу, а сейчас определим все части речи и сверху подпишем. От это предлог. Мы списали третье предложение, нашли грамматическую основу и указали части речи. Второе задание. Нам нужно найти в тексте три слова с приставками, выписать их и приставки выделить. Когда мы работали над диктантом, мы такие слова видели. Например, поспевают с приставкой, собирать, приходим, подстилки, отправляемся. Нам нужно написать три слова. Поспевают по-с-п-е-в-а-ю-т. И выделить приставку. Приставка по. Далее. Приходим. При-х-о-дим. Выписали слово. Приставку выделяем. Собирать. Со-би-ра-ть. Приставка со. Вы можете выписать другие слова с приставками. Задание второе мы выполнили. Выписали слова с приставками. Приставки обозначили. Третье грамматическое задание. Нам нужно выписать из текста три слова с безударным гласным в корне и подобрать проверочные слова. Этим мы тоже с вами устно проговаривали, занимались, говорили слово и подбирали к нему проверочное. Например, заглянула, взгляд, проверочное слово осень, осенний. Давайте запишем слово осень. Ставим знак ударения осень. Должны проверить букву Е. Подбираем однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Осенний. Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Выделяем корень. Корень осен. Следующее слово. Поспевают осенние сорта. Выбирайте всегда такие слова, которые точно знаете, как проверяются. Сорта. Ударение падает на А. Должны проверить букву О. Мы это слово изменим. Сорт. Безударный стал ударным. Выделяем корень. Если в слоге один слог, знак ударения не ставится. К земле. Вместе с предлогом. К земле. Ударение падает на Е. Безударный гласный Е. Вот его нам нужно проверить. Мы изменим это слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Земли. Мы с вами выполнили третье грамматическое задание. Выписали из текста три слова с безударным гласным в корне и подобрали проверочное слово. Сегодня мы с вами написали диктант, поработали с орфограммами и выполнили грамматическое задание к этому диктанту. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч.